МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Все знают, все умеют и всегда придут на помощь. Волонтеры командного чемпионата Европы получают аккредитацию. Нахимичил. Молодой преподаватель из Чувашии стал лауреатом гранта президента России. Волки кушают овец, овцы смиренно позволяют себя кушать. Русский драмтеатр готовит премьеру спектакля по пьесе Александра Островского. Михаил Игнатьев встретился с представителями региональных отделений непарламентских политических партий, представленных в Чувашской Республике. Обсудили вопросы, которые на слуху у всех жителей Республики. Капитальный ремонт, благоустройство дворов и дворовых территорий, а также планы и задачи на ближайшее будущее. Затронули и тему предстоящих выборов главы Чувашской Республики. Михаил Игнатьев призвал присутствующих к открытому и честному диалогу. У вас по сравнению с фракциями, которые представлены в государственном союзе Чувашской Республики, может быть меньше возможностей для того, чтобы выражать свои мнения. В этом мы у вас будем оказывать содействие. Поэтому и наша встреча о том, как нам в дальнейшем конструктивно, корректно выстраивать наши отношения. Михаил Игнатьев ответил на все вопросы ее участников. Обсудили деятельность отделений партии в Чувашии пути улучшения их работы. В частности, поступило предложение ввести должность уполномоченного по правам пенсионеров. Правда, в этом вопросе мнения представителей партии разошлись. Михаил Игнатьев подчеркнул, что органы власти открыты для эффективного взаимодействия с политическими партиями, желающими стабильности в республике. Встреча была в доброжелательной такой атмосфере. Но это не первая встреча, значит, он где-то раз в год встречается. Это, я считаю, правильно, потому что с парламентскими партиями, партиями, которые представлены в госсовете, он регулярно встречается, имеет общение. И у депутатов есть возможность, и у представителей партии есть возможность довести какие-то проблемные моменты до главы. А непарламентские партии, они тоже объединяют большой, довольно значительный круг людей, которые тоже столкнутся проблемами. И часто бывает, что через вот эту среднюю прослойку муниципальной власти невозможно пробиться, достучаться до органов власти и решить проблему. А здесь прямое общение, оно такое, в принципе, в формате обсуждения. То есть один представитель задает вопросы, другой включается в обсуждение. И очень полезно. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня и завтра временно исполняющий обязанности главы Чувашии с рабочим визитом находится в Москве. По сообщению пресс-службы, 16 июня Михаил Игнатьев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. В ходе заседания обсуждались мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который состоится в Чебоксарах 20-21 июня. 17 июня Михаил Игнатьев примет участие в заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, посвященном итогам работы в 2014 году и основным направлением деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в году 2015. К другим темам. День Республики 2015, как, впрочем, каждый год, обещает быть очень насыщенным. О нескольких основных событиях предстоящего праздника сегодня рассказал журналистам министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Основные мероприятия Дня Республики стартуют 23 июня. Однако гости начнут собираться раньше. 21 числа в Чувашию прибудет большая делегация из Белоруссии. Весной этого года с официальным визитом там побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли, химической промышленности. Возможно, на Чебоксарском экономическом форуме, который стартует 23 июня, эти договоренности закрепят подписанием документов. Кроме белорусов, на форуме ожидают гостей из Турции, Японии, Италии, Великобритании, Израиля и более 10 регионов России. Как бы не обсуждалась сейчас геополитическая ситуация, как бы не обсуждались эмбарго введенных отношения России, санкции в отношения России, бизнес продолжает шлять деятельность Мы налаживаем сотрудничество, тем не менее, вопреки всему. Тем не менее, в этом году форум пройдет под девизом «Регионы – новые источники роста». А значит, основной акцент сделают на импортозамещающие технологии. Помимо пленарного заседания, в рамках форума пройдут 14 других мероприятий в формате круглых столов, сессии, деловых встреч. Кроме того, Чувашии присвоят бренд, или другими словами, символ республики, то, с чем она будет ассоциироваться. Специализированная профессиональная команда участвовала на разработке этого бренда, плюс население участвовало, специалисты, историки, наши учатели в разработке этого бренда. И вот мы его получим тоже. Я его еще пока не видел. Поэтому для нас всех это будет, я надеюсь, приятным сюрпризом. Подкрепит дискуссия об импортозамещении и инновационных производствах выставка «Регионы сотрудничества без границ». Она стартует 24 июня в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Свои экспозиции представят ведущие предприятия Республики регионов России. Ну а в темное время суток, целых два вечера, 23 и 24 июня, небо над Чебоксарами будут озарять залпы салютов. На фестивале фейерверков свое мастерство продемонстрируют пять пиротехнических команд. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Успехи чувашских химиков известны далеко за пределами Республики. Многие ученые считаются признанными авторитетами в этой области. Причем список талантливых исследователей постоянно пополняется. Доцент кафедры общей неорганической и аналитической химии Чувашского госуниверситета Иван Бардасов в этом году получил грант президента России. Прежде чем удостоится гранта президента России, Иван Бардасов уже дважды становился стипендиатом главы Чувашия за особую творческую стремленность. В 2012 году признан лучшим молодым ученым Республики. Автор монографии, не считая публикаций в российских и зарубежных научных журналах. По его словам, он всегда ощущал поддержку и руководству вуза, и властей Чувашии. Конечно, чтобы заниматься дальнейшей работой, просто преподавать в университете, это, конечно, очень мало. Даже если преподавать на очень высоком уровне. Откончивший молодой специалист обязательно должен заниматься научной работой. А здесь очень важна мотивация. Потому что если не будет мотивации, молодой ученый немножко поработает в университете. Зарплаты стремятся у нас поднять, но все равно они относительно небольшие. Он может либо уехать за рубеж, либо перепублицироваться и просто уйти, опять же, в бизнес и в различные другие структуры. Поэтому здесь очень важна мотивация. Мотивация как руководства университета, так и государства в целом. Сегодня Иван Николаевич успешно совмещает исследовательскую работу с преподаванием. Глядя на своих студентов, он может с уверенностью сказать, у химической науки в Чувашии есть будущее. Сегодня в Чебоксарах начал работу межрегиональный семинар совещания по антимонопольному законодательству и законодательству о контрактной системе. В мероприятие приняли участие руководители Федеральной антимонопольной службы России и 18 территориальных органов. Учебно-методического центра ФАС России, представители федеральных, республиканских и муниципальных органов исполнительной власти. На семинаре обсуждали вопросы контрактной системы, нормативно-правовые акты, судебную практику в сфере госзакупок, принципы работы современных электронных площадок. К слову, в 2014 году объем госзакупок в республике составил 15 миллиардов рублей. В связи с переходом на контрактную систему по итогам 2014 года увеличилась доля конкурентных процедур в общем объеме закупок. Бюджетная эффективность от осуществления закупок в целом по республике достигла до 925 миллионов рублей. Завтра на площадке фестивального парка в Самарской области откроется молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2015». В нем примут участие более 2000 молодых людей из всех регионов ПФО и Аргентины, Германии и Швейцарии. В этом году от Чувашии на форум «Иволга» отправляются 88 человек. Все они будут участвовать в девяти сменах по стратегическим направлениям государственной молодежной политики. Инновации и техническое творчество, «Ты предприниматель», «Медиа-волна», «Политика», «Спортивная молодежь», «Здоровая нация» и другие. Впервые планируется смена «Патриот». В рамках молодежного форума состоится защита авторских проектов. Идеи участников будут оценивать профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат поддержку в виде грантов. Общий фонд составляет 11 миллионов рублей. Пообщаться с молодежью Приволжья на «Иволгу-2015» приедут известные политологи, государственные и общественные деятели, бизнесмены, журналисты. Русский драмтеатр готовит премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Сегодня наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне спектакля. Режиссер Владимир Красотин выбрал пьесу, которая будет интересной как взрослым, так и молодым. По словам режиссера, в этой постановке множество тем, которые переплетаются в основном сюжете. Каждый зритель может найти для себя что-то интересное в нем. Потому что здесь и действительно смешные комические сцены, и лирические сцены, и какие-то полудетективные какие-то истории. В спектакле занят ведущий актерский состав. В главной роли зрители увидят заслуженную артистку Российской Федерации Галину Холопцеву. Эту роль Галина Анатольевна считает подарком судьбы. Готовясь к роли Мурзавецкой, богатой властной помещицы, актриса нашла в ее образе множество нюансов, которые не замечала прежде. Диапазон такой большой, что, ну знаете, ну вот все, что ты хочешь сыграть, все можно вложить в эту роль. Все, что у тебя в душе, все, что у тебя случилось в жизни, не случилось в жизни, я через эту роль. Причем, вы знаете, я эту роль раньше не считала такой. Я эту пьесу много раз видела в постановках, я всегда, мне всегда интереснее всего была Глафира. И дело тут не в возрасте, я как-то не замечала Мурзавецкую, а вот когда начала работать, не работать, а только я узнала, что будут ставить этот спектакль, прочла пьесу, я, вы знаете, я просто потеряла покой. Молодая и красивая Евлампия Купаевина рано овдовела и не знает, как распорядиться оставленным мужем богатством. Она мечтает о любви и счастье и даже не подозревает, какие страсти кипят вокруг нее. Властная помещица Мурзавецкая пытается хитростью и нечестным путем завладеть состоянием вдовы, вынашивает план женить на ней своего беспутного племянника. Однако положивших глаз на чужое богатство оказалось достаточно. В комедии также заняты Лариса Мальцева, Диана Яковлева, Александр Шиповалов, Сергей Иовлев. Художественным оформлением спектакля занимался заслуженный художник Чуваши Владимир Шведов. Это спектакль Островского для художника, четвертый по счету. Над Островским многие работали, и вообще не одни художники там решали, и в разные поколения разные. Поэтому что-то новое создать сложно. Тем более, что я уже четвертый спектакль делаю, мне захотелось вот в таком стиле сделать, знаете, в жестовском, как жестовский поднос. Я сделал в виде красочных таких цветов, и чтобы было в одном стиле сделано, это вот в каждый элемент я как бы ввел. В деталях везде есть и в креслах, и в диванах, и в общем во всех элементах декораций. Премьера спектакля состоится 18 июня в 18 часов 30 минут. Татьяна Молокова, Алюна Алтухова, Олег Якимов, Республика. За три дня в Чуваши зарегистрированы три происшествия на воде. К счастью, обошлось без жертв. 12 июня в районе пляжа Буревестник при катании на виндсерфинге житель Чебоксара не справился с сильным ветром. Его вынесло на фарватер. К счастью, спасатели подоспели вовремя. 13 июня в службу спасения обратились очевидцы происшествия на Афанасьевском пляже Чебоксар. Горожане сообщили, что мужчина, находящийся в лодке, не подает признаков жизни. Сотрудники центра ГИМС в считанные минуты доставили 61-летнего мужчину к медикам. Он потерял сознание из-за повышенного давления. Помогли спасатели и любительницы марафонского плавания. Жительница нового Уренгоя, отдыхавшая в компании друзей, решила, что сможет переплыть Волгу. Отвалите, я дослыву сейчас. У тебя там муж уже с ума сходит, дети бегают по берегу, милицию вызвали уже, МЧС вызвали. Давайте зайдите, а то вас сейчас принудительно заставят сюда залезть. Женщина не рассчитала своей силой и начала тонуть. Прибывшие спасатели вытащили купальщицу из воды и оказали доврачебную помощь. С начала летнего сезона в республике произошло 13 происшествий. 9 человек погибли, 4 спасены. МЧС Чуваши обращается ко всем жителям республики. Будьте осторожны во время отдыха на воде. Совсем скоро в столице республики состоится одно из главных спортивных событий этого года – командный чемпионат Европы по легкой атлетике. По традиции помогать в организации праздника спорта будут волонтеры, которые собрались со всей России. Как готовятся ребята к старту чемпионата, узнаем из следующего материала. Знания иностранных языков и опыт участия в организации спортивных мероприятий обязательны. Стать волонтером командного чемпионата Европы мог далеко не каждый. С конца прошлого года ребята приходили различные собеседования, на которых они показывали свои навыки. В результате выбрали 350 человек – самых активных и устремленных ребят. Вот уже несколько дней волонтеры проходят аккредитацию и получают соответствующую экипировку. Помогать чувашеским волонтерам будут и ребята из других регионов России. Азниф Мехитарян из Ёж-Каралы – волонтер со стажем. За ее плечами ни одно спортивное мероприятие. На командном чемпионате она будет участвовать в церемонии награждения спортсменов. Это было неожиданно, потому что я думала, попаду на работу со зрителями, потому что на универсиаде тоже была работа со зрителями. А здесь это что-то новое и это гордость такая, что на чемпионате Европы ты участвуешь в волонтерном церемонии награждения. Волонтер, как говорится, это состояние души, так что все спортивные мероприятия, которые мне интересны, которые проходят в нашей стране и близко тем более к нашему городу, почему бы не поучаствовать, набраться опыта. Волонтеры будут трудиться на чемпионате по 13 различным направлениям. Это и работа со зрителями, и работа с командами. Несмотря на то, что набор волонтеров на проведение чемпионата завершен, желающих помочь меньше не становится. Для нас это первый большой европейский опыт, потому что в свое время, когда проходил Кубок мира по спортивной ходьбе, были волонтеры, но немножко уровень подготовки был другой. У нас был опыт проведения форума «Россия спортивная держава», но это совсем другое. Надеюсь, что первый блин не окажешься комом. Мы готовы, и лично я уверен в каждом волонтере. Волонтеров можно сравнить со спортсменами. Они также проходят строгий отбор и обучение, всегда находятся в тонусе, и их невозможно засать врасплох. Ребята готовы оказывать помощь практически 24 часа в сутки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Сегодня, во второй половине дня, в Чувашии начался ливень с грозой и молниями. По данным Гидрометцентра России, сильные дожди ожидаются и предстоящей ночью. За ночь может выпасть 32 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы. А вообще, по прогнозам, дожди ожидаются со вторника по четверг. За это время может выпасть до 50 миллиметров влаги. При этом, 18 июня, вероятно, существенное понижение температуры до 14 градусов. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин